Добрый день! Сегодняшний наш обзор посвящается новому бренду в Холливул Намаднус. История пряжи такой как Намаднус началась много веков назад, когда монгольские пастухи вручную вычесывали подшерсток овец, яков и коз, сортировали его, а затем пряли и окрашивали волокно. Авторы бренду Намаднус вдохновились аутентичностью образа жизни кочевых племен и создали ни на что не похожий продукт. В нем современные технологии органично сочетаются с древними традициями и заботой о природе. Пастухи Монголии, как и много лет назад, ухаживают за животными и добывают самое ценное волокно, которое затем отправляется на промывку и экологически щадящую обработку пряжи в Улан-Батор. Потом волокна отправляются в Катманду, Непал, там местные жительницы придут ее вручную. На каждой пасме вы можете увидеть фотографию создательницы. Да, здесь идет речь о вкладе компании в трудоустройство местных жителей и обеспечении достойного уровня жизни. Эта цель компании помочь тем, кто сохраняет древние ритуалы и способы создания пряжи из шерсти животных. Вы представляете, какая потрясающая энергетика у готового продукта? Сколько в нем тепла, любви и благодарности. Намаднус это не просто пряжа, это энергетически заряженное волокно, из которого вяжутся изделия, приносящие удачу. Верите вы в легенды или нет, но с Намаднус эта история действительно работает. Мы привезли два вида пряжи от этого производителя. Один из пуха яка и особой монгольской породы овец сорту. Начнем наш рассказ с первого артикула. Это Намаднус Хай Маутэн Яг Туплай. Это стопроцентный пух яка, 340-375 метров, 50-граммовой пасме. Рекомендованные спицы 3-3,5 миллиметра. Что касается плотности, 25-28 петель на 36-38 рядов. Это в 10-сантиметровом образце. Нить состоит из двух тоненьких, хорошо спреденных между собой ниточек. За счет этого она получается нежной, мягкой, воздушной. К тому же нить спредена очень равномерно. С визуальной и тактильной точки зрения это самая идеальная пряжа, которую можно только представить. С ее нежностью может сравниться только пуха дуванчика или лепестки роз. Петли в полотно ложатся идеально сразу же, не дожидаясь влажно-тепловой обработки. Нить достаточно легко рвется, так как она спредена из тоненького нежного пуха яка. Это еще раз подчеркивает ее ласковую структуру и невероятную воздушность. Кстати, именно воздушные структуры в ее волокнах обеспечивают прекрасную теплоизоляцию. В перчатках из яка вам будет тепло даже в ветреную морозную погоду. Полотно получается с легким облачком пуха, которое нисколько не воздействует на кожу и не раздражает ее. Пух заполняет все свободные отверстия, поэтому прекрасно будет согревать свою хозяйку в холодное время года. Для пряжи на Маднуз Хай Маутен Яг мы рекомендуем использовать металлические спицы. Нить будет прекрасно скользить и полотно получится ровным и красивым. Производитель рекомендует выбрать диаметр спиц 3-3,5 мм, но если же вам удобно вязать деревянными, то вы прекрасно сможете пользоваться именно ими. Наши перчатки мы связали на спицах диаметром 2 мм и полотно получилось достаточно плотным, непродуваемым. Изделие из пряжи Брэнда Маднуз прослужит вам долго при условии обеспечения качественного ухода. На этикетке обозначена бережная ручная стирка в прохладной воде. Изделие не следует замачивать, пух яка от этого теряет свои чудесные свойства. Для ухода за изделием мы советуем использовать наше фирменное мыло холеву без ланолина. Пух яка не прокрашивается полностью, сохраняет свой природный оттенок. За счет этого на поверхности изделия образуется дымка темного пуха яка. Палитра пряжи состоит из приглушенных глубоких оттенков. Теперь поговорим о Маднуз Smooth Sartool Shipwool. Это шерсть от недавно выведенной породы овец, которым не страшны никакие климатические капризы. Шерсть породы овец Sartool значительно превосходит другие местные породы по объему и качеству шерсти. У нее необычный мягкий подшерсток, который напоминает кашемир. Smooth Sartool Shipwool это стопроцентная шерсть породы овец Sartool 210-250 метров в 50-граммовой пасме. Спицы рекомендованные 3-3,5 мм. Пряжа Sartool Shipwool сильно напоминает альпака по визуальным и тактильным ощущениям. У нее тоже на поверхности есть нежный белый пушок и он тоже делает для кожи легкий массаж. Пряжа подойдет тем, кто любит ощущать шерстяные изделия и для тех, кто ценит натуральную шерсть. Она достаточно брутальна и обладает необычной фактурой, подчеркивающей, что нить спредена вручную. Smooth Sartool неоднородная по толщине. Это незаметно в полотне, но чувствуется в процессе вязания. Нить скручена неравномерно, но при этом это придает ей особый шарм и рустикальность. Шерсть породы Sartool отличается своей нежностью и мягкостью в отличие от другой любой овечьей шерсти. Smooth Sartool прекрасно смотрится в ажурах и, конечно же, она рождена для жаккарда. После стирки полотно преображается, петли становятся ровнее. Данный образец связан на спицах 3,5 мм. Также мы связали варежки из этой пряжи. Мы вязали лицевой гладью. Прекрасный теплый аксессуар. Петли выровнялись после влажно-тепловой обработки. Полотно приобрело аккуратный вид и форму. Также очень красиво смотрятся узоры. Варежки мы решили связать двойные на спицах 3 мм. Давайте повнимательнее рассмотрим нашу варежку. После влажно-тепловой обработки пушок, который мы говорили похож на альпака, стал более выраженным. Она достаточно неоднородная. Она то утолщается, то утончается. В процессе вязания она была достаточно послушной и очень ровненько ложилась. Палитра у Smooth Sartool достаточно спокойная. Светлые пастельные оттенки, из которых хочется вязать уютные кардиганы, теплые варежки или шапку. Для ухода за изделиями из Sartool Ship Full мы рекомендуем использовать наше фирменное мыло с ланолином, которое идеально подойдет для овечьей шерсти. На этикетке обозначена бережная ручная стирка в прохладной воде. Из Намаднуз получатся чудесные кардиганы, джемпера, шапки, варежки. Если вы давно искали или ждали бренд с качественным составом, выполненном в духе лучших народных традиций, то советуем Намаднуз. Очаруйтесь серьез и надолго. Друзья, надеюсь вам понравился наш обзор. Ставьте лайки и подписывайтесь. Всем пока!